Здравствуйте, уважаемые зрители канала X-Motors! Меня зовут Кирилл Лепихин. И сегодня мы поговорим о топовом мотоцикле GHL Z5V. Но прежде чем мы о нем поговорим, я хочу предупредить вас, что сейчас начинается мотосезон и на авито появляется очень много объявлений от жуликов, серовозов. Ну, не хотелось бы всех грести под одну гребенку, но в любом случае, если вы покупаете технику у продавца, который возит мотоциклы в частном порядке из Китая, да, вы немножечко сэкономите сейчас, но в дальнейшем при наступлении какого-то гарантийного случая у вас не будет абсолютно никакой возможности отремонтировать вашу технику у этого продавца. А мы огромная, просто огромная федеральная сеть. У нас во многих городах России есть филиалы, и, естественно, мы предоставляем гарантийное обслуживание во всех этих филиалах. А если в вашем городе такого филиала нет, то мы свяжемся с вами по телефону, отправим все необходимые запчасти транспортной компании и организуем гарантийный ремонт в сервисе, где это будет возможно и где вам будет удобно. Ну что ж, дорогие друзья, а теперь начнем обзор. Смотрите, GHL Z5V. Если вы хотите катать эндуро где-нибудь в лесу, по корягам, подниматься в горке, вот этот ваш мотоцикл Z5V, он для вас очень хорошо подойдет. А если вы только начинающий из ДОК и у вас ограниченный бюджет, то я рекомендую вам посмотреть ролик про Z4, Z4i. И еще скоро, скоро, дорогие друзья, поэтому подпишитесь обязательно на наш канал, поставьте колокольчик. Скоро у нас выйдет обзор на Z3, дорогие мои друзья. GHL – это бренд, который заходит сейчас на наш рынок, и в 2023 году он начал набирать свою популярность, и он обязательно ее наберет в 2024, потому что по очень доступной цене здесь использовано огромное количество просто топовых решений. Давайте поподробнее про Z5V. Двигатель Zonction, здесь вот видите, он написан Zonction, 174MN. Он идет у нас в паре, работает в паре с карбюратором Nibi, ПВК-34, спорт-версия. Вот здесь у нас написано Nibi, Nibi Racing, пожалуйста, 34-й, спорт-версия. Если написано Nibi, значит с карбюратором у вас все будет в порядке. Тем более, что мотоцикл соберут у нас здесь, в нашем филиале, и, естественно, настроят вам карбюратор так, чтобы он приносил вам удовольствие, дорогие мои друзья. На этом замечательном мотоцикле двигатель на жидкостном охлаждении, и вентиляторы здесь стоят Panasonic. Кроме того, мощная алюминиевая защита радиатора. Вы посмотрите, какая она здоровенная, мощняцкая. На первых моделях в GHL стояла не такая мощная защита, но они прислушались к экспертам и поставили действительно мощную алюминиевую защиту. Огромное преимущество Z5V по сравнению с Z5 – это наличие кикстартера. Если вы гоняете где-нибудь в лесу и каким-то образом, я не знаю, там, сели по печейку где-то у костра, забыли выключить свет или что-то еще произошло. В общем, короче, если у вас разрядился аккумулятор где-то в лесу, то, в общем, без кикстартера это довольно-таки не очень веселая история. Вам придется этот мотоцикл переть на себе до дому. В общем-то, это не очень весело. Некоторые из вас любят шестую передачу, поэтому вы тогда выбирайте Z5. А у этого мотоцикла 5 передач и кикстартер. Тут уж, как говорится, на вкус и цвет товарища нет, кому что больше нравится. Ну и, конечно же, основа любого мотоцикла – это рама. Здесь, естественно, проверенная рама К8 из прочного и в то же время упругого пластичного материала, который обладает всем необходимым комплексом физических свойств. Это сталь, легированная хромом и молибденом. Помимо того, что она очень хорошая, имеет прочностные характеристики, она еще и корзионно-стойкая. Кроме того, она еще и обработана раптором. А еще посмотрите, какие качественные сварные швы. Это просто, на самом деле, искусство. И тут можно просто любоваться, как это все красиво. И тем более, еще покрыто раптором. Так еще мало того, что покрыто раптором, еще и у нас есть декоративные накладки. Кстати, по поводу дизайна. Я совсем забыл, хотел начать, на самом деле, с этого. Дизайн этого мотоцикла Z5V. Он меня просто покорил, потому что с детства я очень люблю сочетание красного и черного. Вот на стоп-продаж этой зимы был Якутзе Хантер. Там вот как раз сочетание красного и черного. И здесь тоже сочетание красного и черного. Кстати, пластик КТМ-2020 надежный, проверенный, не ломается. Все с ним очень хорошо. Давайте переместимся к заднему колесу. Я говорил про топовое решение. И вот одно из них – это литой алюминиевый маятный задний. Видите, он литой, цельный. Здесь нет никаких сварных швов. И есть усиливающая проточка. И, в общем, это очень хорошее техническое решение. Немножечко поговорим о звездочках и цепи. Хотя это не так интересно, это расходный материал. Но когда уже в стоке стоит качественное решение, это очень хорошо. Цепь 520 ЧОХУ усиленная. И алюминиевые, смотрите, фрезерованные звездочки. Передняя 13, задняя 49. Причем переднюю звездочку вы даже не увидите абсолютно. Потому что она защищена алюминиевой защитой. Посмотрите, ее даже не видно. Естественно, здесь у нас есть слайдер, ловушка цепи. Резина качественная для эндуро, кардиал 110 на 100, 18-дюймовое колесо на качественных ободах из алюминиевого сплава CNC Unison 7116. Тормозная система NG стоит на всех мотоциклах линейки GHL. По крайней мере, линейка Z, с которой я знаком, на M5 тоже стоит. Здесь у нас стоят тоже NG с большими, довольно толстыми, охлаждаемыми дисками. Сзади, естественно, однопоршневой суппорт. Также мы здесь видим тот же самый литой маятник алюминиевый. И, кстати, усиленные спицы, задние 4 мм, из нержавеющей стали. И еще, дорогие друзья, вот он, буксатор здесь есть. Задний амортизатор KKH, 480 мм, поршень F40, полностью настраиваемый, с расширительным бачком. Подходит под любой вес райдера, нужно только подкрутить, поднастроить под себя. Также здесь мы видим прогрессию алюминиевую, фрезерованную. Она защищена здесь пластиковой защитой, и картер тоже защищен пластиковой защитой. В некоторых моделях GHL идет алюминиевая защита, здесь она идет пластиковая. И тут тоже есть очень много споров, какая защита лучше, какая не лучше. В общем, пластиковая она легче, в принципе, и может быть, это вам даже больше понравится. Также здесь мы видим ножку тормоза с страховочным тросиком. Фрезерованные качественные подножки с хорошим зацепом. Обязательно, кстати, обязательно покупайте мотоботы. Это первое, что вам нужно купить, это мотоботы, потому что эта штука тяжелая, если она, не дай бог, упадет на ногу. Или вы заденете вот здесь нагретую трубу голой ногой. В общем, это не очень-то приятно, поэтому обязательно мотоботы. Передняя подвеска ККЕ, перо 48-е, 54-60, ход 270 мм. Длинноходная полностью настраиваемая подвеска, естественно, перевернутая вилка. Очень качественно сделаны вот эти вот магистрали. Они здесь закреплены, здесь они не болтаются, здесь где соприкасаются с пластиковыми частями, они защищены специальным дополнительным рукавом. Они армированы. И, в общем, здесь все очень-очень хорошо продумано. Спереди мы видим тормозную систему Энжи, двухпоршневой суппорт. Она защищена полностью пластиковой защитой. Усиленные спицы, 3,5 мм, нержавейка. Передняя покрышка Кордиал, также качественная, 80 на 100, 21 дюйм. Что ж, перемещаемся наверх к самому интересному, к кнопочкам. Прежде чем рассказать про кнопочки, расскажем про грипсы. Здесь у нас слева система Lock-On. Вот здесь у нас грипсы зафиксированы, она не проворачивается. И справа у нас ручка газа Nibi, что тоже очень хорошо. Руль у нас разнопрофильный. Здесь мы видим, что он толще, здесь тоньше, здесь 22, здесь 28. Подушка безопасности обязательно. И, естественно, информативное табло. Довольно яркое, видно даже при солнечном свете. Показывается скорость в километрах в час. У нас здесь есть заряд аккумулятора. Показывается здесь нейтраль или переключение скорости. Также у нас есть тахометр. CNC-ручки Неломайки из анодированного алюминия в трех положениях. Еще и защищены здесь резиновой накладкой. Кроме того, здесь эта ручка регулируется в нескольких положениях, чтобы вам удобно было настроить под вашу руку. И точно такая же ручка тормоза у нас здесь тоже Неломайка, тоже CNC из анодированного алюминия. Огромный, кстати, увеличенный бак на 9 литров, что тоже может вам очень-очень хорошо пригодиться в лесу. Кроме того, он прозрачный, и мы сразу же видим уровень топлива. Удобное сидение, не скользящее. И, естественно, сидеть на нем нужно только в специальных мута-штанах, чтобы не продырявить ваши джинсы, дорогие друзья. Но уж тем более в шортах-то не ездите, это совсем небезопасно. Здесь мы видим также выхлопную систему, качественную, которая позволяет вашему двигателю работать стабильно, надежно, не задыхаться. И у этого двигателя здесь с этим карбюратором, в паре с этой коробкой, с этой выхлопной системой, 26 лошадиных сил. Смотрите, у нас здесь усиленная подножка алюминиевая, довольно-таки мощная просто. И что еще хотел сказать, здесь, вот здесь очень удобно снимается, и там у нас фильтр нулевого сопротивления. Мы так и не сказали про кнопки, кнопок здесь всего две, кнопка запуска и кнопка стоп-двигатель. Все, больше вам ничего не надо. И еще мы видим, что они влагозащищены. И вообще вся электрика здесь, все фишки влагозащищены. Послушаем, как он рычит и как он запускается, кстати. Посмотрим. Вот мы нейтраль, да, все проверили, все хорошо. И одним пальчиком. В принципе, здесь есть выбор абсолютно для всех. Если вы начинающий мотолюбитель, если вы профи, вы можете обратить внимание на разные модели. Например, если вы только начинаете, то вы можете рассмотреть для покупки GHL Z3 или GHL Z4, Z4i. Вот Z5, это уже будет ваш второй шаг. Затем вы перейдете на Z6, на котором вы вообще можете знатно эндурить. Z7 возьмете, если вам больше подойдет какой-то более-менее такой, больше скоростной режим, такой более кроссовый чуть-чуть, да. Но хотя это тоже эндуро мотоцикл. Z8, Z8i и M5, это вообще уже для тех, кто может оседлать мощного дракона, короче говоря. Сейчас начнется мотосезон, цены, естественно, будут расти, поэтому успевайте. Смотрите актуальные цены у нас на сайте, у нас там всегда актуальные цены. Мы работаем напрямую с производителями. Мы во многих городах. Покупайте технику у проверенных продавцов. Что бы хотелось сказать в заключении, дорогие друзья, я вам настоятельно рекомендую обратить ваше внимание на линейку мотоциклов GHL, потому что в 2023 году они зашли, и сейчас они будут все более-более популярны. Вот, кстати, я забыл выключить зажигание, может съесть аккумулятор, но ничего страшного, потому что здесь у нас есть кик-стартер. Вот он. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. С вами был Кирилл Лепихин, компания X-Motors. Оставайтесь с нами. Скоро будет обзор на GHL Z3. Спасибо.